здравствуй мой дорогой друг сегодня мы поговорим с тобой об одном очень необычном напитки который производят в италии но и я считаю что этот напиток должен был появиться в россии потому что он офигенно сочетается с селедкой и жареной картошкой при этом там есть запах серы и еще там присутствуют греки приколи у нас сегодня будет очень такой неформатный разбор одного автохтонного сорта винограда точнее автохтонного даже вида вина и называется она грека детуфа добрый вечер давай сначала с тобой определимся что такое автохтонный чаще всего это сорт винограда и вина который производит в каком-то одном обособном регионе в котором сочетаются определенные условия для выращивания именно этого винограда и типа вина и как раз это вино считается одним из старейших итальянских точнее говоря сами итальянцы также завешивают потому что греки когда приехали в италию они притащили с собой виноградные лозы и высадили их как раз на склонов итальянских вулканов и выращивали тогда уже давным-давно это получается там три четыре тысячелетия назад виноград и делали из него вина при этом считается что вот это вино она как раз прародитель точнее не прародитель вот эти вот лозы это как раз потомки тех виноградов и это считается очень редким вином достаточно редким производит небольшим количеством только в одном регионе который там относится греку д туфа этот туфа это город такой и еще одной офигенной отличительной чертой этого винограда и вина заключается в том что в нем присутствует запах серы и считается что его можно прям вот нотки этого вина почувствовать в сере от спичек это крайне необычное такое вино и об этом поподробнее тебе сейчас расскажу и также почему это все-таки никого отношения грекам ними ну да ладно сразу же сказать что вино это именно в силу того что она редко относительно редко его не так часто встреч в магазинах и производится небольшими тиражами то бишь ограничены причем еще там ручная сборка приготовления это вино достаточно дорогое вот эта бутылка вина стоит 2 750 он да да и когда ты покупаешь на мой взгляд достаточно как бы ну недорогое но такое вот уже вино с претензией хочется всегда от него что-то получить вау так вот что то каких-то впечатлений и мы этим сейчас и займемся читать этикетку муж там что-то читали да когда да ладно всем похуй тече очень важная пометка температура подачи 10-12 градусов и да это желательно как любые белые вина добрый вечер это вино необходимо охлаждать причем охлаждать достаточно сильно и вот чуть-чуть вот как красное в принципе не достаточно ароматы открыл бутылку и здесь пошел легкий аромат чего чего вина на самом деле вина и еще один есть аромат достаточно ярко присутствующий здесь первый нос как бы это странно не звучало это пахнет пиздюлями джак нет еще получше и те сказал рано все достаточно сильный запах морской соли вот морской такой запах вот его здесь дохренища и вот а вот он вот она серка пошла в аромате вина присутствует достаточно вот такой яркий цветочно цитрусовые ароматы и вот этот соленость такая небольшая плюс такой легкий легкий привкус серы если тебе нужно представить аромат этого представь себе соленый грейпфрут вот соленый грейпфрут это вот как раз вот плюс нужно сразу сказать что это вино она очень плотная если посмотреть по ножкам она ведет себя как красная для чего мне нужны спички дело в том что когда первый раз купил попробовать бутылку этого вина когда я разбирался с ним нам дали такую подсказку типа сравнить со спичкой мы взяли спичку зажгли спичку и не нашли ничего общего а потом оказалось что ну хоть нужно было не женую спичку а цеховы причем самое интересное мне в тот момент мы нашли коробок в котором была одна единственная спичка мы сожгли в том что не так бы чем и не сделали неправильно да ну чего за здоровье то не надо испробовать будь здоров дорогой чего 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 ладненько ну теперь мы приходим к тому почему тут собственно говоря соль то это больше остаточное вот я больше чувствую такую горечь очень горьковатость хотя скорее то такая горьковатость с больше связано с тем что этот тип винограда не выдерживают долго на мизге мизге это вот как раз жмых виноградный и выдерживает на осадке это тоже такая особенность производства когда отжали виноград вот на шкурках чуть-чуть его подержали она за эту приобрело чуть-чуть цвета плотности но при этом это вино становится если его передержать белое вино по вкусу становится как красное очень тонинное и несбалансированное и вот это вот как бы особенность вкусовая то что кому-то кажется как будто он соленые мне а там горечь такая грейпфрутовая причем вот это вот шкурки вспоминается эта особенность почв ведь туфа это город туфа где-то бывалось собственно говорят туф и при этом там огромное количество присутствует сера в земле прям очень много когда-то там было крупнейшее месторождение серы в городе туфа и даже больше того серу когда-то называли золотом туфы а уже когда в современное время научились производить серу как по бочку нефтеперегона соответственно там эти прииски закрылись и стали производить больше винограда и вина соответственно и сейчас в современном мире вот это вино называют золотом туфы потому что она сейчас стала для этого региона спасением именно из-за своей вот это вот необычность при этом это вино очень кислотно и сразу говорю для людей которые я как бы там борется с кислотностью вот это лучше не пробовать то что здесь кислоты много но она достаточно сбалансирована я даже больше того скажу почему я там копнул именно в сорт этого винограда я недавно был на одном мероприятии и познакомился с одним человеком который тоже очень любит вино я как раз туда и привез бутылку с собой угры датуфа и человек который раз очень сильно искушен в вине к моему сильному удивлению это вот оскар кучера он прям очень протащился этим вином прям восхищен был а я немножко даже так это удивлен был ипостасию оскара который я сейчас горе не знал что он культурист вам прям как на качи чувак такой мы на эту тему свое время там с ним схлестнулись сначала на вине а потом вот про культуру качков ну ладно об этом как-нибудь другой раз расскажем да и чуть не забыл у оскара есть канал на телеге и там он выкладывает какие-то новости и дает свои комментарии очень своеобразная точка зрения каждому кому-то кому-то может понравиться кому-то может не понравится в любом случае равнодушен не оставить никого а да и не забывая у нас есть тоже свой телеграм-канал но там не так конечно интересно как у оскара но здесь уже на вкус все цепло мастера разный в любом случае человек который оказался очень искушен в вине это вино поразило потому что она необычная и при этом вот эту вот кислотность и прохладность это офигенная про такой вот это офигенно классное летнее вино она прям придает сил придает к это бодрости освежает приятно и самое интересное после него не хочется там что-то там пойти еще там воды нахлебаться и чё каких-нибудь момент потому что такое самодостаточный компенсатор вино которое отлично утоляет жажду и в жару именно и при этом дает еще какие-то очень необычные интересные впечатления но чтобы мне хотелось вот сейчас вот я прям таку прям вау-вау-вау расхвалил 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 но к этому винцу не забываю у нас со среды стоят парочку трех паром трех палубных пары и один двух палубный кораблик остальные мы собрали закусочек и почему я сделал такую соленую закуску когда мы экспериментировали с этим вином мы пошли в заведение покушать и моя супруга сказала блин хочу от картошки селедкой игру блин к вину ты чё издеваешься там хочу не могу ну вопросов нет я его пил так она берет селедку жареная картошка и соленая селедка пробует так и говорит попробуй мне стало прям очень и очень интересно и я попробовал и до сочетание офигенно идеально подходит я изначально это завешивал то что там греки сиро закулом будем закусочки когда не как бы со среды короче ребята отказались а я сожру вот на эпоха среды суши подать замечательный напиток хочется челкнуться но мы второй же обычно не челкаемся да вот потому что вот это руль давно кстати иногда серные испарения обычно также и попахивают как взаимодействие с рульфом поэтому можем просто тихо понаслаждаться вспоминаю что здесь тоже есть сера я еще хотел прикол один рассказать что и это вино хотя и называется грека где туфа греки в туфе никого отношения к рекам не имеет и тут есть такой очень интересный момент в италии есть сорт винограда который является очень сильно распространенным хотя считается что данный сорт винограда привезли греки высадили его там на склонах там вулканов то что это греческое вино появилось только последние там условно говоря сто лет даже наверное меньше потому что это чисто маркетинговая история не будем принижать достоинства это вина это действительно сорт который является автохтонным именно родом откуда-то из италии который там всегда выращивался при этом из-за того что его из привезли свое время из неаполя в регион туфа высадили его на склонах везувия но когда-то давным-давно это в 16 в 17 веке уже нашей эры местный там человек который итальянец переезжал из одного города в другой бежала чумы и забрал лозы винограда своего местного на склоны как раз до туфы и высадили там их эти лозы хотя там когда-то росли и какие-то греческие и факт в том что есть еще такой же очень известный итальянский сорт винограда он называется асприньо и как правильно говорят генотип грека дэ туфа и асприньо совпадает фактически на сто процентов это один и тот же сорт просто который вот отвезли куда-то на склоны и при этом немножко маркетингово прокачали да греки когда-то выращивали виноград да этот его знает сам факт это сорт который произрастает только там имеет определенную специфику вкуса вот это вот солености и серы именно из-за условий вот происхождение где он находится при этом очень насыщенный вкус и плюс сера уникальные сочетания условия делают его очень необычно и как бы это странно не казалось что я могу сказать про это напиток для чего он нужен он нужен удивить человека который разбирается в вине либо вариант номер два ты собрался какую девушку там на что-то там подбить и ты такой типа сейчас я тебя люблю сейчас вот мы там не покидая рязани отправимся на склоны везувия я тебе покажу там средиземноморье ощущение бла-бла-бла вот это все дела только желательно убедиться что человек немножко хотя бы там шарит винах и при этом нравится там белые кислотные во всех остальных случаях держать это вино дома можно только людям которые нравятся подобные эксперименты в качестве летнего напитка это прям идеально вот это вот кислота которым есть кислотность теряне сказать вполне офигенно освежает очень классный напиток бодрит веселит и радует но пить его на постоянку не будешь но не всегда хочется вот такого поэтому если бы его там оценил там по 10-бальной шкале в этом пласяк там до 10-бальный лифток я поставил там вину прям хорошую твердую четверочку пап с маленьким плюсиком за необычность попробуй напиши мне пожалуйста комментариях что ты думаешь по поводу вот этого напитка был бы очень интересно почитать или что-то подобное может быть ты знаешь что нам стоит взять и рассказать в этом выпуске а еще если вдруг ты какой-нибудь производитель вина и хочешь рассказать о своем вине большой аудитории относительно большой аудитории небольшой канал потихонечку растем пожалуйста присылай нам так вот ребята присылают нам различные виды алкогольной продукции и мы о них совершенно спокойно рассказываем но мы спокойно рассказываем даже понравится нам или нет мы расскажем так как это есть приукрашивать не будем за сим господа обнял девчонки вам очень рекомендую это дело попробовать потому что это как минимум интересно до новых встреч ну-ка я уже